Девчонки, всем огромный-огромный привет! Добро пожаловать на мое бьюти утро! Будет голос за кадром, извините сразу. И сегодня у нас будет рубрика. Это средства для волос, а также тональные средства. В общем, начнем, наверное, мы со средств для волос. Это фирма HairVitter. Она многим блогерам отправляет для сотрудничества на обзор продукцию. И я выбрала средства против перхоти. Также у них есть линейка Color Sensitive, зимняя защита, шампунь для объема и также органовая серия. И первое, что я хочу показать, это пробнички. Мне положили шампунь для объема 2, а также положили крем-маска для поврежденных волос 3 и шампунь органовый нектар. Кстати, его очень хвалят. Вот с удовольствием попробую потом, когда у меня все закончится. А это что касается пробников. Также здесь было вот такое классное упакованное письмо. Здесь написано, что лежит. В общем, такое. И контакты. Обязательно контакты я оставлю. У них есть сайты и в Инстаграме, и во всех соцсетях. Я обязательно оставлю вам, чтобы вы построили. Это итальянский бренд. И также мне положили в подарок вот такой спрей. Зимняя защита для красоты ваших волос. Я очень люблю спреи. Но вот этот так пахнет. Не знаю. Неприятно пахнет, я бы сказала. Поэтому я даже не знаю, смогу ли я им пользоваться или нет. Вот я попользовалась им один раз. И запах меня смущает. Следующее средство. Лосьон против перхоти. Ей мне тоже попользовалась. И сейчас я вам расскажу. Это вот такой маленький спиритином цинка. Я заказала эту серию против перхоти, потому что ни одни другие средства не помогли мне решить эту проблему на протяжении многих лет. Вот. Это лосьон. У него такой дозатор. В общем, его нужно распределять на корни, на чистые волосы, в корни и массировать. В общем, сначала я налила себе на все лицо, потому что он оказался очень жидкий и жутко пах спиртом. Я думала, что он будет мне сушить все. Вот, кстати, срок годности небольшой. Поэтому нужно мне скорее им пользоваться. Но потом прошло какое-то время, и запах спирта ушел, и он нормально пахнет. В принципе, так что неплохой. Также здесь есть шампунь. Шампунь против перхоти. Тоже перетион цинка здесь. Вот здесь сколько объем. Использует один-два раза в неделю 200 мл шампуня. Я им еще не пользовалась. Буду в скором времени пользоваться. И маска-кондиционер против перхоти. Кирюша. 150 мл здесь. Вот, надеюсь, 15 минут ее наносить именно на корни. Вот, поэтому тоже буду пользоваться ей. По-моему, у маски срок годности. Да, у маски тоже маленький срок годности. Я надеюсь, что я успею этим попользоваться. Ссылочки оставлю. Единственное, вот меня разочаровал этот спрей. Хотя сначала я очень обрадовалась. Потому что я хотела спрей какой-нибудь. Особенно если зимой защищает. Следующая продукция это от фирмы Миша. Я, кстати, ни разу до этого времени не пробовала продукцию Миша в качестве декоративки. Вот именно уход я пробовала. А декоративную косметику как-то мне не довелось попробовать. Мне положили три пробника. Тоника очищающего. Вот, и я выбрала себе два средства. Два нашумевших средства. Первый это кушон. Вот так выглядит здесь хорошее зеркало. Здесь также есть спонжик. А я уже пользовалась им. И вот так выглядит само средство. Я не знаю, правда, насколько выходит. Мне очень интересно. Потому что тут даже непонятно, сколько средств, сколько продукта. Вот, но данное средство мне понравилось. Я им пользуюсь. Второе средство. Кстати, оттенок 23. И этот оттенок 23 я выбрала. Это нашумевший биби-крем от Миша. Здесь 50 миллилитров. Это большой флакончик. Большой объем. Сейчас я вам покажу. У него сероватый потон. В принципе, у тех корейских кремов, которые я выбираю, всегда выбираю с сероватым потоном. И мне кажется, он немножко темноват для меня. Хотя, я пробовала его на лицо наносить. Ну, не на всю часть, а на какие-то покраснения. Если распределить его, то, в принципе, он достаточно нормально мне подходит. Поэтому буду и дальше тестировать его, пока не могу сказать. Но по консистенции мне он нравится. Он очень похож на Холика-Холика. Тоже биби-крем. Мне нравится упаковка. Она просто суперская, конечно. Вот тоже 23 номер. Вот такая коробочка с ним шла. А с кушоном вот такая коробочка была. Здесь, кстати, SPF 50. Девчонки, если вы пробовали кушон либо от Миши, либо от Ланком, напишите мне, как вам он и насколько хватало. И также будут интересны отзывы на биби-крем Миша. Ссылочки на их сайт и на инстаграм я также обязательно оставлю в инфобоксе. Спасибо, что провели это утро вместе со мной. Я желаю всем прекрасного дня. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok